Сегодня пятница, и сегодня будет очень интересный день. Я встречаюсь с моим другом Сашей, он археолог. Он живет в Израиле с 11 лет, если я не ошибаюсь, и копается в прошлое. И тогда в сегодняшнем выпуске я расскажу вам о том, как я съездил на места археологических раскопок, побывал в древних пещерах и не только. Мне очень хотелось узнать что-то о прошлом людей, которые там жили, и просто окунуться в историю через призму археологических находок. Как я уже рассказывал, у меня есть друг в Израиле, который археолог, и он с удовольствием согласился мне помочь это сделать. Поэтому я взял вещи, камеру и отправился в дорогу, не раздумывая. Мы ехали в место, которое называется Бейт-Гуврин, по очень живописной узкой горной дороге с прекрасными пейзажными видами. Если вы знаете, могут ли проехать автобусы по такой дороге, и как там вообще устроен общественный транспорт, напишите об этом в комментариях. Интересный, но очевидный факт. Естественно, жилье в округе этих мест за последние годы сильно выросло в цене из-за отличных видов удачного климата для Израиля и транспортного удобства. Тем не менее, обратите внимание на качество дороги. Даже в такой местности оно очень хорошее. Представьте, с каким трудом и сколько нужно было потратить ресурсов для постройки такой дороги. Национальный парк Бейт-Гуврин Мареша – один из многочисленных национальных парков Израиля. Он расположен в центральной части Израиля и называется «Землей тысячи пещер». Расположен он на территории иудейской низменности, в 13 километрах от города Кирьят-Гат и недалеко от города Бейт-Шемеш. Основан в 1989 году. В этом же парке, практически на входе, мы увидели первые археологические раскопки. В археологическом хранилище Израиля уже некуда складывать такое большое количество предметов. И они были размещены здесь, на входе в парк. Это, например, древние колонны. Плоские части – это основы колонн. А то, что рядом – это капитель, верхняя часть колонн. Вот в таком вот формате все это сохранилось до наших дней. Также я увидел огромное количество раскопок верхних частей храма, как раз которые поддерживали колонны. По сути, из всего этого сейчас можно составить целый храм. Ну, это я, конечно, шучу, но масштаб того, как все сохранилось, поражает. Да, прикол вообще, конечно. Вы спросите, откуда люди в древности брали гранит и мрамор для постройки таких сооружений? Это все были исключительно импортные материалы, привозимые из-за границы. Я сразу же, как истинный петербуржец, нашел некоторое визуальное сходство нашего питерского гранита и данного. Мне рассказали, что в основном импорт шел сюда из Турции и Италии. Помимо частей визуально-декоративных построек, конечно, археологи находят еще и промышленные сооружения. Как, например, эти. Это части различных цеховых построек, иногда которые сложно идентифицировать, но то, что у них было назначение именно функциональное, это видно по тому, как они были сделаны. Археологи такое отличают на раз-два. Вообще, у древних жителей прошлых эпох на территории, где мы сейчас находимся, было два города. Один находился вот на том холме, а другой как раз базировался тут, где мы сейчас стоим, чуть ниже. И очень много всего на нем было построено в нижних пещерах, куда мы чуть позже и отправимся. Такие вот были традиции строительства. В древности каждый город стремились построить как можно выше. В первую очередь, так как это было стратегически очень выгодно. Ты всегда наблюдал территорию вокруг, и в случае нападения на город, которые случались чаще, чем выходите к стоматологу, вы могли сразу увидеть опасность издалека. Умно. Все-таки древние люди были явно не глупы во многих моментах. Мы нашли также очень интересное сооружение, которое вы не поверите, для чего было нужно. Для того, чтобы размалывать оливки. Сначала разбить, потом давить. Такие вот древние технологии изготовления масла. На контрасте с нынешними станками все прозрачно, просто и понятно. Разбиваешь, давишь, ничего и придумывать не надо. Но давайте немного расскажу вам об обычном жилье. Абсолютно у каждого жилого дома была своя пещера. Что-то вроде как у любой дачи сегодня есть свой сад и огород. Вот таким же необходимым атрибутом жилья были пещеры. В некоторые из них я лично спустился. Вот, как видите, остатки дома. И сразу под ним, собственно, большая пещера. Причем это не какая-то маленькая пещерка с двумя квадратами места, как некоторые квартиры сейчас в Москве. А прямо огромные подземные территории, которые можно было использовать по разному назначению. Например, здесь можно было что-то хоронить. Также, конечно, такие пещеры спасали от жары, которая в Израиле часто невыносимая. Масло, вино, шезлонг, голуби для еды, об этом чуть позже. Отсутствие очередного вооруженного нападения на твой город и своя собственная прохладная пещера. Вот что нужно было жителям того времени для идеального дня. Интересный факт. Эти ступеньки, что вы видите, оригинальные. То есть это не современные ступени. Именно такими, без особых технологий, их сделали люди, которые ими пользовались много столетий назад. Честно, меня это очень удивило, потому что выглядят они, ну, уж очень хорошо. Было бы круто оказаться в том городе, да, в то время на рынке каком-то. Посмотреть, что там. В целом, если даже смотреть на другие пещеры и то, как они были построены, ну, это впечатляет. Такая укладка, такие техники. Во-первых, все было сделано на века. Во-вторых, со вкусом. И очень даже масштабно. А теперь вспомните свой подвал в доме и прослезитесь. Хотя, конечно, врать не буду, кое-где мы находили обрушенные лестницы и все такое, но в целом это простояло много веков, поэтому мое почтение. Это вам не хрущевки в Питере, которые уже разваливаются на глазах. А сейчас мы находимся не просто в пещере. Эта пещера имеет колумбарий. Это такое помещение, где жили птицы. Птицы, голуби, были использованы для целей обмена сообщений. Это такое древнее почтовое отделение. И как продукты питания. Интересный факт. Раньше люди в основном для еды выращивали не куриц, а голубей. И делали это как раз в специальных пещерных построек. Почему? Куриц, которых мы употребляем сейчас в пищу, за многие годы генно-модифицировали. А раньше эти животные в естественной среде были не так питательны, как ножки буша. Поэтому предпочтение могли отдавать и голубям. И вот так выглядела древняя голубятня. Также люди в основном ели яйца голубей, а не куриц. Они были меньше, чем куриные. И поэтому, чтобы насыться, им нужно было, конечно, не 4 яйца, а в среднем, ну, 20 яиц на завтрак. Ну а чё, просто супер. В одной из этих пещер находилась вот такая вот конструкция. Очень надеюсь, что в неё запрягали какого-нибудь ослика, а не раба. Ведь рабство тогда ещё существовало. Но всё же понадеемся на лучшее. В какие-то моменты наших походов по этим тёмным пещерам я чувствовал себя Димой Масленниковым, снимающей новый Гостбастер. Ист Херемен. Уверен. Вы хотите спросить, а что насчёт освещения этих пещер? Как люди решали эту проблему? Все они, конечно, были освещены, но весьма относительно. Кое-где можно заметить старые треугольные расщелины для свечей. Это бы тут была люстра, что ли? Ну, в основном, конечно, тут жили во мраке, что придавало, наверное, общей картине какой-то депрессивности, а может, кстати, и таинственности, кто знает. Это седонские погребальные пещеры. Они являются единственными с картинами внутри. Пещеры были погребальными для греческого, седонских и эдомитских жителей Бейт-Гуврин. Мы также лицезрели множество интересных настенных рисунков, создающих визуально невероятный антураж каких-то локаций из игр по типу Uncharted. Да, конечно, это не фотообои, и льва там чутка перекосила явно, но всё равно выглядит потрясающе. Чего не отнять, того не отнять. При этом интересно, что рисунки тех животных, которые обитают на территориях Израиля, выполнены, ну, очень хорошо. Например, быков и кабанов. Те художники, которые рисовали, они просто знали, как они выглядят. А вот всякие экзотические животные, например, те же львы, их явно откуда-то перерисовывали, причём, может быть, даже не по одному разу. И, скорее всего, никогда не видели ваучу, и это заметно. Как по мне, это очень интересная характерная черта. Конечно, картины не являются оригинальными. Это было реконструировано в 1993 году. Помимо жилых подземных пещер, также мы пошли посмотреть пещеры промышленные, которые в древности служили источником материалов. Это колокольчатые пещеры, их там около 800 в этой области, и многие соединены друг с другом. По сути, это был карьер. Он использовался для того, чтобы вырезать камни, которые затем применяли в строительстве. Там обитает очень много летучих мышей, которые постоянно кричат и гадят. И запах стоит тоже не очень приятный. Такой специфический. Мы не заразимся здесь новой волной ковида. Я уже говорил в начале ролика, что часть раскопок тут относилась к раскопкам частей храмов. Это крепость крестоносцев. Интересен тот факт, что здание служило и церковью, и мечетью. Ты знал, что L – это 50? 50? 50. И вот, например, вот это устройство, никогда не догадаетесь, показывает направление, кому куда нужно молиться. Этот храм переделывался, и, соответственно, направление молитвы менялось. У разных конфессий эти стороны разные. Если молиться не в ту сторону, будет проблемой. В целом, если подводить какой-то итог моей поездки, мне безумно понравилось. В таких путешествиях узнаешь не только какие-то удивительные детали жизни людей, но и полноценно окунаешься в эпоху прошлого, в быт людей. И это позволяет сравнить свою жизнь сейчас с жизнями других людей в прошлом. И на контрасте архитектуры, быта, традиций. Видишь, какие детали человек современный для себя приобрел и продвинулся вверх. А где-то, возможно, что-то потерял и шагнул назад. Поэтому в конце я хочу задать вам вопрос, чтобы вы ответили в комментарии. В какую эпоху по времени и какой страны вы хотели бы вернуться в прошлое, чтобы посмотреть, как там жили люди, что делали, и как все было на самом деле. Обязательно напишите комментарий, мне будет очень интересно читать. Ну а с вами был я, Слава, со своим путешествием по пещерам. Увидимся в следующем выпуске. И вот, кстати, тизер. Итак, сегодня я встречаюсь с Ирой. Ира моя давняя подруга. Ой, красота, смотри, какая. Она биохимик или что-то такое. Слушай, а у меня есть бумага, я обычно, можно написать здесь пожелание. Ого, обалдеть. За сколько вы снимаете? Ой, в общем, шакалы. Иди вперед, да? Вдруг там много шакалов. Фактусы вообще уникальные растения, да? Да. Ой, я вижу шакалы. Как бы... Вот как раз и шакалы. Ой. Пойдет. Так быстро. Академия. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok